Субтитры создавал DimaTorzok В депутаты представителей Государственного собрания Республики Башхартстан зарегистрированы Хабибуллин Фархад Фаатович, Тазитинов Шамсудин Шахудинович, Пензин Юрий Гаврилович и Зиязов Найер Загитович. Сегодня наша беседа с очередным кандидатом в депутаты Тазитинов Шамсудином Шахудиновичем. Его краткая биография. Свиделся 14 октября 1935 года в деревне Ялангачево Болтачевского района Башкирской АССР. Татайен. Образование высшее. В 1954 году окончил Курачевскую среднюю школу. В 1954-57 годах служил в рядах советской армии. После демобилизации до 1960 года работал заместителем председателя колхоза Путь Ленина Болтачевского района. С 1960 года по 1966 год студент Башкирского государственного медицинского института. По окончании учебы работал главным врачом участковой больницы Болтачевского района. С 1973 по 1990 год трудился в Янаульской центральной районной больнице. С 1990 года по настоящее время главный врач Прогрессской участковой больницы Янаульского района. Женат, воспитал пятерых детей. Шамсудин Шахудинович, первый вопрос вам. Скажите, пожалуйста, почему вы решили баллотироваться в палату представителей? Так, уважаемые телезрители, меня выдвинула инициативная группа, которая состоит из 10 человек. Значит, после выдвижения, после предложения инициативной группы я задумался, а потом через некоторое время согласился. Для согласия, чтобы баллотироваться и вести борьбу как кандидат депутата Палаты представителей Государственной Думы нашей республики, я решил вот по какой причине. До сих пор, когда мы обычно выдвигали кандидатами в депутаты, когда мы избирали депутатами этих людей, народ им надобился именно в этот период, период предвыборной кампании. А после того, как они стали обладателем мандата депутатов, они нас полностью забывали. И мне кажется, вот это вот самый тот момент, когда депутат должен работать с народом. Он должен довести до Государственной Думы, до Государственного Собрания о тех бедах, о тех делах, о тех вопросах, которые их интересуют. А об этом как раз и такой связи депутата с народом и не было. Ну, пожалуй, что за исключением одного нашего глава администрации, я не могу не отметить, о том, что Назир Загитович только один может быть, единственный депутат, которого я знаю, он может и ведет, и делает отчеты своими избирателями, своим избирателям дает отчет о своей работе. Вот этот момент, значит, когда депутат отрывается от народа, депутат уже он одинок, он не идет на повторные беседы, где должен исчерпать для себя вопросы и вынести туда на Верховную палату представителей или тогда Верховный Совет, я думал, недостаток. Значит, все те законы, которые принимаются Верховным Советом или рассматриваются они, они никогда не принимали активное участие. Даже наши депутаты избранные, бывшие, мы их не видели никогда, чтобы они выступали в насилии, что-то конкретное. И потом, возвращаясь к нам в коллектив, допустим, в район, они всегда молчали в этом. Вот это как раз отсутствие этого момента, отсутствие вот такой работы, ну, я думаю, недостаточно. Ну, дальше, когда мы знаем, что этот депутат, когда он боролся за депутатский мандат, он все обещал, но обещания остались пустыми этими словами. Вот отсутствие именно такой связи меня очень тронуло. Я принял это близко к своему сердцу. И в случае, в случае вот, ну, может быть, избрания, или даже будучи депутатом, может, даже и не депутатом, я всю жизнь ставил эти вопросы, поднимал эти вопросы, боролся, чтобы народу было как-то легче. Принимались именно те законы, которые удовлетворяли нас, простых людей. И будь это закон о пожилых людях, о пенсионерах, об инвалидах, или о дотациях, потому что, не общаясь с народом, эти депутаты, они порой забывали, чем живет народ, как живет народ. Вот это самый главный. Даже вот такой простой вопрос, простой вопрос, казалось бы, об индексациях. Значит, повышаются цены на продукты питания, повышаются цены на все виды товаров. Мы никогда не получаем компенсации. А заработные платы вообще не увеличиваются. Очень редко, может, один раз в год, может, как-то два раза в год. От этого страдали, страдает, и страдаем мы все, весь народ. Вот эти вопросы надо было своевременно поднять. Мои... Максим Шахудинович, скажите, пожалуйста, что лежит в основе вашей предвыборной платформы? В нашей платформе, потому что я скажу, в нашей платформе, это разработана платформа нашей инициативной группы полностью, в нашей платформе первым пунктом стоит забота о пожилых людях, о людях, которые, ну, неимущих, больных, инвалидах, старых, престарелых, о детях. Вот, основном, это во всех цивилизованных странах, во всем мире забота о таком континенте людей стоит даже в Конституции первым пунктом. Вот это минуя, потому что эти люди, эти люди в основном в нашем обществе трудились, трудились довоенные, военные, послевоенные годы. Они были наиболее, ну, люди вносили много вклад для развития нашей страны, нашей промышленности, нашего сельского хозяйства, а в настоящее время они остались вне внимания, вне внимания, и о них мало, я бы сказал, проявляется забота. Дело в том, что есть среди них, не имеющие сегодня даже, ну, жилья, даже минимальный набор продуктов питания, большинство из них даже, к великому сожалению, бросили свои дети, оставляя от них. Вот этот вопрос мы никак не можем сегодня снять с повестки дня, это было бы не вчеловечно. Даже те минимальные деньги, свои заработные платы, эти люди собрали и сдали в сберкассы, так? Вот эти люди сегодня лишены получить даже их, иметь в своем запасе. У кого-то они приготовлены были на похороны или на какие-то непредвиденные расходы, но мое любимое правительство, мое любимое государство, значит, лишило их такой возможности. Они остались сегодня без копейки. Вот это самое, что есть, ну, наивное, что ли, на мой взгляд, отношение к этим судьбам, к этим людям. Надо добрые отношения им восстановить как-то. Вот это и вторым немаловажным моментом моей программы является забота о детях. Если сегодня мы не будем заботиться о детях, дети, которые беззащитные, дети, которые не имеют родителей, больные, вот, завтра не будет у нас нормального, хорошего школьника, послезавтра у нас не будет подростка, а потом и те же взрослые. Вот этот вопрос волнует всех, волнует весь мир, и мы никак не можем без учета или без внимания оставить и этот немаловажный вопрос. И вот, Шамсудин Шахудинович, будучи медиком, Ваше отношение к будущему, наверное, обязательному медицинскому страхованию? Ну, этот вопрос, этот вопрос довольно сложный, потому что была у нас, есть пока, она не совсем еще разрушена, стройная наша система здравоохранения, которая даже была признана всем миром самой лучшей, и в этом здравоохранении, организации, структуру здравоохранения, мы плохого особо ничего не видели, но есть и плюсы того же обязательного медицинского страхования. Вот здесь надо будет платить за услуги, за оказанные услуги врачами, больному придется платить, но учитывая сегодняшнее экономическое состояние, экономическое состояние, не каждый может выложить из своего кармана и платить за медицинские услуги. Те же старики, те же пожилые люди, те же малозащитные, защищенные слои населения, они могут остаться вне такой помощи. Но, естественно, люди, которые имеют деньги, люди, которые считаются у нас богатыми, они могут заказать себя или приобрести полисы, то есть паспорта его медицинского обслуживания, в любом районе, в любой области, даже в Москве, в Уфе, купить они могут и могут за себя заказать на случай болезни. Но, товарищи, здесь, уважаемые товарищи, здесь есть еще другой вопрос. Значит, раньше вот та форма обслуживания, медицинское обслуживание, если там было бесплатное, бесплатное, но у нас бесплатно ничего не бывает, те мизерные количества, выделенные бюджетом для медицинского обслуживания населения, порой и не хватало. Значит, для примера я могу привести о том, что один прием больного, амбулаторный прием больного, для этого растрачивало мое государство 20 копеек. Но что это такое 20 копеек на прием одного больного, обследование и назначение лечения? Это ровным счетом ничего. А другой вопрос, когда уже будет при обязательном медицинском страховании, здесь повышается и ответственность врача, который будет оказывать больному медицинскую помощь. Значит, здесь уже срабатывает как бы улица двухсторонним движением. Значит, качество медицинского обслуживания будет выше, чем... Почему выше? Потому что ответственность повышается, если больной, больному будет оказана помощь не на высоте, если будет оказана больному помощь не так, как это положено, значит, больной может, не только может, имеет полное право, ну, войти с жалобами. Значит, тут же экспертные комиссии, страховые компании могут все это дело обследовать и сказать доктору, что здесь напущены какие-то ошибки. Вот за это дело может доктору, врачу, который будет оказывать медицинскую помощь, ему не очень легко, может, возможно, и так и будет. А поэтому такая форма медицинского обслуживания, распространенная во всем мире, я бы сказал, оно и оправданное. Но для нашего народа сегодняшний день, день, когда у нас идет экономический разлад, что ли, или катастрофа уже, или кризис, как хотите, так и поймите, пожалуйста, правильно, ввести, ввести на, ну, правила или вот это обязательно медицинское страхование не представляется возможным. Ваши предложения по отношению о собственности на землю. Пожалуйста, расскажите о них. Мое мнение по отношению к собственности на землю, закон частной собственности на землю, пока, если все это дело суммировать, если этот вопрос объединить, о собственности или вообще земельный вопрос должен решать люди, которые на ней работают. Которые на ней работают. Но на сегодняшний день земля нас кормит. Богатство сосредоточено в земле. Мы относимся к земле очень плохо. Отвечать за состояние земли. Это нас волнует всех. Это нас волнует всех. Но вопрос о продаже, вопрос иметь частную, как в частной собственности, землю, нам кажется рановато. Но все-таки должен быть выработан закон. На основании этого закона никто не имеет права портить землю. Никто не имеет права продавать землю, покупать землю. Но это дело тех, кто работает на земле. Я еще раз повторяю. Хотя ни копейки, ни гроши используют богатство земли. Вот. Нас, видимо, даже и привело к таким вот сегодняшним экономическим катаклизмам. Это мое мнение. Спасибо вам за беседу, уважаемые телезрители. Мы напоминаем, что сегодня мы встречались с кандидатом в депутаты палаты представителей Государственного собрания Республики Башкорстан Тазитиновым Шамсуддином Шахудиновичем. Ленингеллы колхозшиларының ғымым жилышы колхозының қызыл байрағын күртубилен бошланып кетті. Бұл башотлы есімге дүртінші сонлы бригада хазмашинары лойық былды. Бір сөртінден бір сөртінден бір сөртінден бош білгішілер, ортазу нәжетекшілері сақнеге көтеріліп, узған елді үшленген үшлерге үм қоқ ясады. Колхозының бош агрономы Альфер Сағитиянович Шайхаттаров шығышында басушылық үлгәсінде үшленген үшлер, оғымдағы ел планлары тұрында көп көне мағлуметлер болды. Узған елді басу үзметшенләрі бірдіклілерінің гектарыннан 18 сәйтінер оңыр жиеп алды. Бұ көрсеткіш районда үшшілерінің бірсі бұлса да, анатағында үғары көтеру басу үзметшенләрінің ең зұр мақсаты болып қола. Бұ мақсатқа иршу үшін жеріні үшші шығарту, вақытында жерге органик шіріме, торф шығару, шәшіліклерге яғшы тәрбия беру, химик ұтауны көтеру деп әйтті баш ағырану. Шуынысында айтырға керек, бүгінгі күнді қалғозда ұрлық житерлік ғадар әзірленген ғам ұл үғары. Қалғозның баш за техник әзияқа Фидейл Хасан үші ғышында тірлікшілікті үшленген үшілерге бәйе берілді. Дәулетке ит, сүт сатып, құланару тәлді, тірлікшілік продукциясы жетіштүрі дәуізді. Бұл үші үшіні өзібәйтіп болмай. Узған илда ұршы жимартыры, продукциясы сифатын күтәріғе зор іктибар берілді. Продолжение следует... 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 Кошелар, ищите меселарь, ешелар. Калхозын кирешеги елк деген сези. Мене, шуны бізге, барыбызға да аныр айтирам. Бірінші, тертип түріндейді. Ишкишелік, калхозын. Бұл ешкишелік білен келген зияны біз бүгін күні біз менге салсақ, ол бүгінгі миллиардтың артық келген калхозда керемлер, ол бірні сәттігір. Біздің келген зияны біз. Мене, неші ешкиші бұйылғай өткен елі, әтшерт еліңді біздің ғағадан кеттілер. Бұларының ғымырын бірін еңді де біз менге салып бұлар ұқтығыр. Жейлышта шулай ғырайыны бізінің үшкі үшілер начальниғы Климшамсеевич Гарипов ғам район ғамшы әр хакиметті башлығы Назир үззәйгеті үш зиязыф қоднашты ғам үшіғыш есады. Бұларының үшін 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 ү Звучит музыка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...